Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Омбудсмен Арцаха Азербайджан намеренно скрывает число взятых в плен армянских военнопленных. Президент Литвы почтил память жертв геноцида армян. Мы видим, что на власти Армении оказывают давление радикальные силы внутри страны Чавушоглу. Турция требует Рагипа Зараколу в обмен на соглашение в начленство Швеции и в НАТО. Ищем благотворителей, чтобы сохранить структуру армянского архитектора Синана. Меньшество оливийцев поддерживает решение Австрии. Фестиваль потенциала общины пройдет 28 мая. Эксклюзивные фрагментные одноименной поэмы Чаренца представлены на выставке памяти Комитаса. По данным, подтвержденным Азербайджаном, число армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в настоящее время в Азербайджане, составляет 38 человек. Об этом в Национальном собрании Арцаха заявил омбудсмен Арцаха Герам Степанян. Однако у омбудсмена Арцаха, омбудсмена Армении и действующих в Армении правозащитных организаций, есть конкретные факты, которыми мы можем доказать тот факт, что еще 80 человек находятся в плену. К сожалению, на сегодняшний день это не подтверждено Азербайджаном. Что дает нам основания подозревать, что Азербайджан намеренно скрывает реальное количество, сказал омбудсмен. По словам Герама Степаняны, среди этих 38 человек нет ни одного гражданина Арцаха. Из них 35 военных, а три гражданские лица, которые попали в плен после объявления 9 ноября. Однако 19 мирных жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Президент Литовской республики Гетанис Наусеат, прибывший в Армению с официальным визитом в сопровождении мэра Еревана Грача Саркисяна, посетил мемориал Тицернакаберт, возложил венок к памятнику жертвам геноцида армян. Президент Литвы также посетил музей геноцида армян, ознакомился с экспозицией, сделал запись в книге отзывов, после чего посадил дерево на аллее мемориала. Министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу рассказал азербайджанским журналистам США об Армении. Министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу, касаясь подписания соглашения о демаркации границы и мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, заявил, что Армения должна ответить на добрую волю Азербайджана. Турция всегда поддерживала эти инициативы. Сейчас мы видим, что власти Армении находятся под давлением радикальных сил внутри страны и диаспоры, сказал Чавушоглу. Он подчеркнул, что Турция обратилась к госсекретарю США Блинкену и другим лидерам с просьбой поддержать инициативу, чтобы Армения могла быстро подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Шведская газета «Экспрессом» поговорила с турецким писателем в изгнании Рагипом Зараколу. Сославшись на заявление президента Турции Раджепа Эрдогана о том, что они поддержат членство Швеции в НАТО, если Швеция экстрадирует Рагипа Зараколу в Турцию. Комментируя этот торг, Зараколу отметил, что Швеция – страна, которая придерживается принципов, не пойдет на такой шаг, не позволит Эрдогану набрать политические очки за ее счет. Писатель Рагип Зараколу нашел убежище в Швеции в 2012 году. Он известный издатель-писатель, который сказал, что всю жизнь боролся за справедливость, за что и попал в тюрьму. Его обвинили в поддержке террористической организации. Зараколу опубликовал ряд книг о геноциде армян. В 2011 году он был награжден медалью окопа Мегапарта Национальной библиотекой Армении, как человек большой издательской деятельности, который также подарил Национальной библиотеке десятки книг. Баня Аякап, построенная известным армянским архитектором Синаном, вместе и называемым историческим полуостровом Константинопля, уже много раз выставлялся на продажу, но покупатель до сих пор не найден. Любители истории и культуры беспокоят небрежное состояние. Баня, построенный по заказу Нурбану Султан, матери Султана Мурада III в 1582 году. Это красивое строение недавно использовалось как мастерская, склады и также как магазин. Напомним, что армянский великий архитектор Синанага, как называли его современники, был величайшим своего периода, которого сравнивали с Микеланджело. Как мы недавно сообщили, Австрия официально признала оливийскую религию в качестве независимой религии. Австрия признала, что религия не имеет ничего общего с другими религиями. Что оливийцы думают об этом достижении в результате 30-летней борьбы? Реакция граждан, принявших участие в 16-й конференции Культурной ассоциации Пир Султан Абдал, была примерно такой. Это решение стало очень важным событием для общины. Это надо было сделать в первую очередь в нашей стране, а не в Европе. Демократия – это серьезный процесс. Мы думаем, что у нас тоже все получится, потому что борьба за демократию в нашей стране нарастает. В Турции профсоюз формировался как союз уже 40 лет. Однако для продвижения вперед необходимо создать экономическую и академическую инфраструктуру. Религия существует на этих землях более тысячи лет. Но мы стали обществом, которое всегда подвергалось политике ассимиляции. В то время как достижения ливийцев продолжаются в Европе, нас по-прежнему игнорируют в Турции. Даже наши победы в юридической сфере еще не оформлены. Религия – это вера, способ которой не имеет ничего общего ни с какой другой религией. В нашей вере все люди равны. Надеемся, что в нашей стране последует пример у Австрии. Фестиваль «Потенциал общины» состоится 28 мая в 15.00 в Общине Веди. Он направлен на то, чтобы еще ярче сохранить красивые армянские обряды и традиции, особенно среди молодежи. Организаторы фестиваля узнава запланированной на этот же день и в том же месте презентации путеводителя «Хорсровский заповедник», созданного памятниковедом Самвелом Карапетяном, любезно пригласили присоединиться к ним и организовать свою презентацию в рамках фестиваля. Поэтому сообщаем вам, что фестиваль начнется в 15.00, а презентация в 19.30. Концерт группы «Немра» запланировано на 20.00. Временная выставка посвящения Комитасу, посвященная 125-летию Егешет Чаренца, открылась в Музее-институте Комитаса. На выставке представлены отрывки из рукописи поэмы Чаренца «Памяти Комитаса», переданной Музею-институту Комитаса. Также была показана картина Григора Григориана «Чаренц и Комитас». Сообщая о рукописях, внучка поэта Гуар Чаренц сообщила, что Чаренц никогда не встречался с Комитасом, впервые увидел его, когда тело Комитаса прибыло в Армению через несколько месяцев после его смерти. Рукопись наряду со многими другими работами Чаренца хранилась в подполе, заслуженная артисткой армянской ССР, близкой подругой Чаренца Региной Казарян. Работы оставались под землей в течение 17 лет. Их взяли после смерти лидера коммунистической партии Иосифа Сталина. Некоторые из них были разрушены, восстановить их не удалось, но поэма памяти Комитаса была в неплохом состоянии. Далее для вас группа Немра. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова